Добрый день дорогие друзья любители шахмат здесь на час комру с вами гроссмейстер алексей ермолинский ну вот последний раз последний мой ролик с турнира претендентов ну что ж это было замечательно просто для меня опыт работы с вами я надеюсь что вам понравилось то что я сделал ну вот еще одну партию еще только одну партию нужно и самую важную партию турнира она была сыграна в седьмом туре турнира претендентов и эта партия завернула интригу до отказа просто очень так даже получилось то как будто бы специально вот в тот момент когда максимальная максимальное напряжение в турнире и для нас для комментаторов для вас до зрителей вот что говорится как назло после окончания этой партии победой вашего графа над я нам не помню чем турнир был прекращен но я скажу только несколько слов я понимаю что вы смотрите это этот ролик для шахмат и не для того чтобы слышать мои комментарии по каким-либо политическим вопросом будь они даже шахматно-политические скажу я вам так что турнир безусловно будет продолжим скорее всего этой осенью в какой-то момент но даже в этом случае все равно в общем то уже это будет что-то не то ведь турнир должен любой турнир должен проходить от начала до конца он не может быть прерван он он должен играться согласно согласно сценарию как написано в положении поскольку все меняется но люди приходят другом нас настроение в другом состоянии и чтобы там не было уже в общем потерянного не вернешь очень и очень жалко я не знаю готов бы был бы очень много отдать за то чтобы но вот еще где-то там на 10 дней или сколько нужно было бы нас бы всех вот хватило бы нам терпения и здравого смысла всем нам довести этот турнир до конца было бы намного лучше ну как говорится что ж потерянного не вернешь давайте посмотрим последнюю партию и будем надеяться что все-таки шахматы выживут шахматы не такое вышивали они выживали войны и революции неизвестно что ну ладно вперед значит так максим начал схода е4 и долго мы с добро он говорили что наверно не стоит я найти его французскую обсуждали мы это еще по окончании нашего предыдущего репортажа шестого тура когда мы смотрели вперед ну вот как вот эта партия будет развиваться ведь я был на целый очко впереди и собственно говоря я сказал так нет я не проиграет ни в коем случае потому что те времена когда он после хорошего старта проигрывал в девятнадцатом году там турнирах в загребе там и на сингфилд кубке в сент-войсе этого не будет ян другой человек теперь но она делать тут даже не сколько в результате но вот характер борьбы который был в партии алексеенко непомнящий я не думаю чтобы он должен я на устраивать он не должен был устроить и безусловно должен был ожидать что максим с большим удовольствием пойдет на ту же позицию и попробует свои силы в такой в такой ситуации но тем не менее несмотря на на наши прогнозы все-таки французская состоялась ну вообще янта французскую играл да вот скажем если вернуться там 12-13 год он играл вариант винавер довольно регулярно там по моему можно 5 или 6 партий найти в базе но аж 4 правда с ним не ходили ну я вообще далек от того чтобы когда я говорил во время наших репортажей что вот я вообще французскую не понимаю позиции эти просто терпеть терпеть ненавижу это старое выражение такое ну ладно терпеть не могу но это я про себя конечно говорил в основном разумеется не мое дело указывать я ну что играть но тем не менее значит так аж 4 снова было сыграно и снова ферзь c7 но теперь аж 5 то есть в отличие от или сенька который пошел коне в 3 может быть не ожидал хода ферзь c7 а может у него просто другие мысли по поводу этого варианта ваш его граф то идет по основному продолжению пешка движется вперед а сейчас ну что делать ну забирать на d4 на игралась так да и не один раз но здесь во первых надо грозить отразить угрозу воде аж 4 очень неприятно поэтому кони в 5 вынуждена и вот здесь мне кажется белые должны просто ракироваться отхода король f1 который делался в некоторых партиях я вообще не понимаю зачем с воде аж 4 не попадает так почему нужно ее там оставлять вот ракировка лучше ну и здесь что получается такая позиция несколько было партий а две из них выбрал золото на лбуше венгерской гроссмейстер играл белыми но один раз ним не очень удачно пошли призан пошел конь d4 но мне кажется это белым только помогло тут немножко расчистилось пространство для белых слонов и вот ладья b1 ну да пешка лишняя но вот сила слона на d2 ее просто в пешках не выразить невероятно мощная фигура оппонента то этому слону нет в 5 но вот это пол никуда не годится черные поля навеки ослабленные общем алмаш и без большого труда выиграл ну хорошо допустим ход рокировка вроде мне кажется более правильный и когда это играл в олега понс в олега понс это чем серьезный специалист французской здесь он взял конем это правильно значит белом пришлось распрощаться с этим слоном и здесь на сказать но я не знаю так позиция выглядит сложной и у черных даже появилась какая-то контр игра по линии же компьютеры тут вообще веселяться у черных лучше чуть не выиграна в реальности я думаю что далеко не так партия закончилась ничью но я думаю что все-таки я ну было бы здесь веселее играть я но надо чтобы было повеселее скучные позиции он играть не любит а раз не любит то и не умеет ладно значит с ходом а6 тем не менее все нормально и здесь белые должны сделать какой-то подготовительный ход перед тем как выскочит ферзем на g4 чтобы после cd cd ферзь c3 шаг не выиграл ладью но ладья бы один можно с той же целью можно пойти слон d2 но тут есть один вариант тоже я иду по партии опять же иду по партии ваеха понса в этот раз он играл черными с бартелом и там вот в этой позиции ну что кажется у белых все отлично то есть выводим слона на d3 но здесь тактика значит cd если взять на d4 то есть такой удар понимаете дело в том что дело в том что когда когда белые берут здесь ферзь бет е5 но там рентгеном это ладья висит то есть конь едва не пойти а на этот ход черные играют f5 и потом f4 и отбирают фигуру назад стоят наверное лучше между прочим бартел интересно то что он вообще на d4 не взял он пошел рокировка играл без двух пешек но то что он здесь делал ничего это только подтверждает лишний раз насколько мощный все-таки чернопольный слон у белых что даже здесь ну разумеется с точки зрения игры на преимущество это за белых не годится поэтому ладья b1 хорошо пришли мы к этому и что у нас было сыграно здесь b6 но вот если сравнить да допустим черные также играют но могут любом порядке скажем конца 6 сыграть значит сюда сюда и слон d3 так развивалась у нас партия между лекова и гагановым на кубке мира в баку и что здесь было одну секунду что-то я тут запутался а да что здесь было было сыграно было сыграно цд но дело в том что если так не сыграть вот если рокироваться белые наверное коня поставят на е2 поскольку черный конь уже на и в 5 и уйти им нельзя поскольку надо защищать на 6 то ход c4 который ну в обычный черным как-то приходится делать да в данной ситуации слона естественно не выигрывает и вообще эта позиция на самом деле по моим понятиям это полный кошмар такой черными играть все страшно пассивно и не знаю мучиться придется очень много ходов а в то же самое время после cd как сыграл гаганов тут получилась такая вещь что пешку то он выиграл но пошли слон b2 и очень хитро было на самом деле поскольку на шах лека ответил король f1 вот здесь это очень сильно сейчас поймете идею и после ферзь бить нельзя поскольку посолом бьет f5 у вас нет ферзь бьет е5 шахом то есть у вас нет возможности таки ферзем с темпу поэтому теряется фигура ни за что а когда ему пришлось взять конем но вот тогда это и случилось то чего в принципе черные никогда не должны допускать они потеряли пешку на g7 пешка 6 осталось очень слабой в общем здесь плохо черным и гаганов без борьбы проиграл эту партию b6 ход лучше разумеется b6 лучше значит теперь так ян пошел ладья g8 но во время нашего репортажа в живую мы толком конечно ничего не знали что нужно делать и ну как то ход ладья g8 приняли с некоторым недоумением но с другой стороны что выяснилось что у черных есть альтернатива потом ян так сыграл вот в турнире карлсона по интернету против каруаны значит он все таки пошел на эту позицию и как то оказалось что неплохо у него ой 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 что же я тут делал я хода просто пропустил хода минутку назад назад вот и здесь фабиано пошел в ферзь f4 поскольку слон f4 ему очевидно не понравилось черные могут пойти в ферзь e4 в общем ферзь активно стоит в белом чего не хватает но слон не успел выйти на d3 если бы слон вышел ну там пешка аж просто прошла бы в ферзи здесь так не получается поэтому фабиано решил вернуться изменять ферзей и вот в этой позиции ян вот так вот сыграл и пошел естественно e5 ну была вот здесь у белых очень активная возможность пойти конь b5 осложнить игру тогда получался интересный ашпель вот я показываю эти ходы сюда теперь берем слона белые там берут ну может быть на b6 забирают может ходит слон d3 в общем есть у белых некоторые преимущества мне кажется с ладьей против двух коней но решающим его назвать нельзя разумеется поскольку у черных осталась их ладья которая может работать вместе с конями очень эффективно поэтому ну такая вот позиция а фабиана и на это даже не пошел он просто пошел слон d2 и на слон f5 f3 ян его постепенно переиграл выиграл пешку и мог наверное и победить в коневом окончании но все-таки где-то не дожал получилась ничья вообще говоря о вот этих партиях которые играются по интернету даже между самыми ведущими шахматистами которых я очень уважаю люблю эти партии оставляют у меня какое-то чувство но не завершенности не удовлетворенности ну мне кажется все-таки такого вот такой фокусировки да и такого вот концентрации которые шахматисты привыкли за доской на интернете но у них не получается все-таки там сидя в тапочках расслабленная там не знаю с чайком кофейком ну в общем не то ладно бог с ним значит ладья g8 ну король f8 ну я честно говоря я такой догматик ну вы же меня знаете вы посмотрели моих видео видео с я имею в виду этих роликов уже не знаю сколько вы знаете что я догматик и склонить меня вообще к чему-то новому довольно трудно но вот смотрю наверное этого короля на f8 ладью на g8 ну и просто смотреть на это не хочется очень ну какая-то позиция не знаю компьютеры да но что к компьютеру компьютер мыслит по-другому ну естественно белые хотят немного открыть позицию берут берут на c5 пешки раздвоены ну может быть можно было по-другому там взять на c5 или взять на e5 кстати взятие на e5 может быть не очень хорошее конь e2 но все равно главная проблема это не решает ведь ракироваться уже невозможно это вам не шахматы фишера уже не получится поэтому вот когда возникла эта позиция тут ключевой был ход сделан ферз d1 вот добров очень этот ход хвалил он говорил что очень важно ферзом вернуться поскольку в данный момент тяжесть борьбы приключается на ферзевый фланг очень он одобрил это решение французского гроссмейстера тем более удивительно что когда те же шахматисты встретились во второй серии этого повествования на том же турнире Карлсона по интернету то Максим пошел конь e2 здесь поехал вот таким путем ну ян применил свой коронный заброс ферзя в зону но к большому успеху это не привело постепенно его вытеснили это удивительным образом белые сумели все аккуратно защитить все поля вторжения отбросили ферзя на h7 здесь был сделан сильный очень типовой ход а4 мы увидим что ваш евограф его и в главной партии сделал ну и получилось собственно что белый ферзь вернется через g3 он так и вернулся е1 и так далее черный король в общем фигура все равно как-то разрознена теперь этот ферзь на h7 он потом вообще на g8 ушел ну партия вы можете эту партию найти у Максима явно было лучше он пожертвовал фигуру за три пешки может у нее выиграно было но вот опять же учитывая игру на интернете как-то все пришло к ничьей моего мнения честно говоря об оценке этого варианта эта партия не изменила может быть я третьего эпизода дождусь из этой саги ну вот а значит нашей партии после ферзь d1 слон d2 вот так он был сыгран но центр пришлось закрывать ладья b6 ну вот этот ход ферзь c2 это черным напоминание такое что в общем даже если этого короля вывести с f8 и потом как-то ладью с g8 ну там ферзь h7 могут зайти вот я кстати смотрел один вариант несколько ходов назад во время партии мы смотрели тут белый играет спокойно ладью назад на 1 пешку отдавать не обязательно и вот это все выставляет ну дальше что у белых план простой рокировка ну может быть потом слон c1 слон а3 а может быть ладья fb1 там на b5 или b4 а что черные делают непонятно поэтому вот так вот значит ладья h8 такой профилактический ход ну и вот здесь последовал ладья b4 лишний раз доказывая что ваш елограф внимательно посмотрел партию алексеенко не помнящий и кое-какие выводы сделал для себя вы помните что в подобном подобном стиле кирилл жертвовал качеством конь c6 был сыгран теперь вперед смотри на этого короля ладью на h8 хочется строкироваться хочется но нельзя конь ушел на е7 ну кажется что ян вообще поплыл но на самом деле какая-то логика есть в его игре понимаете если бы несколько ходов назад вот скажем здесь вместо ладья h8 он пошел бы там f5 да что произошло белые взяли бы на проходе и выскакивает конь на f4 на е6 страшная слабость на g6 тоже ну в общем здесь как говорится из-за огня до в полумя тут ничего хорошего для черных нет а здесь по крайней мере вот после того как было сыграно f4 уже черные ну хотя бы могут пойти f5 шпишка f4 ограничивают легкие фигуры белых все бы хорошо но беда была в том что я наиграл не очень уверенно но время тратил а его противник действовал очень и очень уверенно и до конца партии он концентрацию не ослабил и сделал максимум все что надо это отличный ход ладья b5 вот и перевел сюда слона дальше вот простота простота решения он он просто убирает этого коня который был ключевой фигурой для защиты конь который поддерживал пешку на f5 особенность учесть что второй конь на d7 расположен как нельзя скверно ни к чему его применить приложить этого коня нельзя и по ходу партии выяснилось что он еще требовал защиты постоянно g4 ну отдача пешки на ферзовом фланге большой роли как выяснилось не играет поскольку у яна не было времени толкнуть эту пешку вперед ну если бы он попробовал веншпаль ну кто ж пойдет естественно было бы сыграно так но здесь даже у этих черных лишняя пешка а вот позиция нехорошая ходов здесь нет ну дать шах ну потом придется вернуться нужно будет защищать поле d6 а здесь ну просто ну какой-то цук-цванг и заканчивается дело тем что белые все это дело подготовят как захотят а потом пойдут ферз c2 пешка на f5 упадет ну и с ней все остальное ладно ян взял у него была такая надежда вот в этом варианте воспользоваться освобождением вот этой диагонали чтобы ворваться ферзиом мы знаем как ян ферзиом здорово играет ну вот конь защитник лучший защитник для короля невозможно невозможно найти ни вечного шаха ничего а вот белый ферзь врывается с решающим эффектом на d6 на c3 уже пешку бить нельзя там е6 будет сыграно в общем ходов просто нет ян с отчаяния пошел g5 но ничего из этого не вышло так вот он сдался и максим его догнал по плюс 2 по плюс 2 значит еще раз зачитываю вам окончательные результаты первого круга очень симметрично все по плюс 2 у непомнящего Ивашьего Аграва 50 процентов у Каруаны Грищука Гири Иван Хао по минус 2 Динля Жень и Алексеенко Ну что я вам еще могу сказать в заключении не знаю когда мне предоставится следующая возможность с вами поговорить я честно говоря как вы уже догадались небольшой поклонник игры в шахматы по интернету и сам не играю честно говоря комментировать анализировать это дело не очень хочу но ситуация может измениться конечно посмотрим а так ну что ж до следующих встреч когда мир откроется шахматы откроются и тогда я буду с вами спасибо вам большое за ваше терпение и внимание с вами был гроссмейстер Алексей Армалинский